всем привет друзья вы на канале братья по играм и сегодня мы посмотрим такую замечательную игру на мой взгляд по крайней мере называется на 60 секунд в общем смысл игры достаточно прост нужно за 60 секунд собрать в доме свое барахлишко включая свою любимую и наглядную жену и двух и детишек ну и естественно успев захватить по пути как можно больше припасов это вода консервы пружи кишка обязательную ну и как без радио без радио ну и много других интересных вещей на самом деле не все так просто как на первый взгляд может показаться на вот давайте выберем уровень до царь бог это запас бурбежище в кустах нет 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 давайте наверное все таки давайте вы выберем такой средний уровень чтобы не совсем для малышей да вот такой вот средний между хардкором и для начинающих называет толстяк давайте попробуем дается нам 10 секунд на разведку нашей хаты посмотреть где что захватить ну как я уже сказал радио обязательно нужно взять так радио радио и естественно бы желательно так начинаем 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 так ружье отлично 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 выбрасываем так дальше на кухню на кухню так свою ненаглядную доченьку которая занимает 3 ячейки блин ну вот уже почти что 30 секунд мы потратили так аптечка аптечку обязательно вода еще вода есть вода тоже тоже очень важно также бросаем теперь еще бы нам жену шахматы обязательно а его его еще надо в идее нам успеть схватить младшего блок младшенького вот она вот она успел 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 давайте посмотрим что мы успели захватить по моему супчиков мы мало взяли ну радио мы взяли это хорошо вроде бы взяли да так день первый ну что друзья радио мы не взяли зато мы взяли противогаз взяли химикаты взяли развлекаловка не так все просто будет ну ладно давайте попробуем давайте попробуем рискнем посмотрим по крайней мере ну что приступим день 1 все добрались до убежищ за секунду до взрыва мы еле успели главное что мы вместе и живы не забывайте консервированный суп очень полезен для здоровья мы не примена не припоминаем чтобы кто-то приносил эти запасы в убежище но мы не жалуемся во всяком случае мы должны были о них позаботиться в общем карточная колода ну скажем так поможет нам не сойти с ума у нас не так уж много еды никто не не жалуется пока но даже консервированный суп довольно скоро может стать редким блюдом у нас много воды это значит что нам не нужно беспокоиться однись в ближайшее время на самом деле ребятам тут такая ситуация что основной ингредиент не ну как и да конечно это необходимая составляющая такая часть да но вода вода здесь как правило заканчивается много быстрее как и у каждой семьи у нас бывают незначительные стороны такое сильные как это еще не было никогда теперь никто не хочет ни с кем разговаривать надеемся это не продлится долго в общем все поссорились но как обычно какие-то стрессовых ситуациях люди начинают разу нервничать переживать и вследствие возникают вот такие вот стрессовые ситуации хорошо на ему почти не спали после этой ссоры будем надеяться что это больше не повторится мэри джейн чувствует себя в безопасности а кто бы не чувствовал в этой каморке размером за гроб да очень оптимистичным так тима в наилучшем состоянии интересно как долго это продлится долорес это наша доченька сохраняет железное спокойствие и тет похоже в порядке несмотря на то что мир рухнул вот этот а наш папаша так нам счет нажимаем на них они ничего не требует с ума не сошли пока еще и жмем дальше ресурс пока мы не тратим в общем два дня пока мы без питья без воды ну эконом режим ребята эконом режим так вот нам предлагают создать точнее собраться в поход на вылазку устроить пустоши но вот пишут похоже что на поверхности все еще царит радиация идти в пустош на данный момент и небезопасно если конечно мы не хотим заболеть да пока не идем но ближайшие скажем так 10 дней вообще не рекомендованы ходить выходить было бы так здорово покинуть это место и погулять по поверхности как раньше запах дыма загрязнений ах это же тот запах свободы который так нам не хватает которого запах свободы до пик жажда 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 в общем ребята все хотят пить до тех пор пока мы в безопасности мы можем находиться здесь мэри джейн умолять чтобы и дали воды теме много не надо но вот вода ему не помешает и где-нибудь точно осталось вода dolores должна ее получить единственное о чем читает этот это пара капель воды но понятно в принципе третий день третий день конечно я бы наверно уже конкретно хотел пить в этот раз я набрал больше воды но как я уже сказал вода расходуется на самом деле быстрее чем еда не зря же говорят да что без еды мы можем там 40 дней без воды там что-то вроде 20 так среднем кто-то конечно может и дольше так нам снова предлагают пойти в поход но предупреждать что небезопасно на данный момент пусть радиация все еще очень сильно поэтому мы ничего не делаем так что это за звук лошадиных копыт мы бежали к двери и увидели двоих мужчин одетых как средневековые рыцари оказалось что звук копыт издавал один из мужчин ударяя одним камнем по другой а другой в это время подпрыгивал как будто был на коне они сказали что ищут старинный кубок и что они потерялись и будут нам весьма благодарны если мы позволим им посмотреть на нашу карту если она конечно у нас есть блин карта там была ребят но я реально успевал казалось бы да за минуту можно уже бы много чего успеть нет 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 минута это очень-очень мало на самом деле друзьям ладно зато я взял какие-то химикаты или отрава для тараканов наверно цепь таракан здесь тоже такая себе мерзкая штукенца общем никто пить есть не хочет это уже хорошо это нас радует так мы не смогли сдержать смеха и наши гости обиделись они убежали кричит крича что наши предки были грызунами и воняли плодами леса как и красиво сегодня мэри джейн не создавала никаких проблем и проблемы тоже старались не проходить переходите и дорогу тимми выглядит нормально насколько нормально может выглядеть в данной ситуации долореса выглядит довольно таки неплохо в порядке окей еще один день прошел четвертый скажу вам друзья по секрету вот я перед этим пару раз сыграл максимально сколько ему просмот продержаться это 29 дней а вы друзья попробуйте сыграть эту игру и напишите в комментариях сколько дней вы продержитесь так четвертый день похоже что на поверхности все еще царит радиация идти в пустоши на данный момент небезопасно если конечно мы не хотим заболеть как я уже сказал 10 дней точно стоит ходить под землей сложно не потеряться во времени мы уже не знаем день это или ночь и не можем нормально спать а эти ужасные лампочки только усугубляет положение жаль что мы не можем их поменять но должно же быть хоть что то что можно сделать в общем нам предлагают принять какие-то медикаменты из аптечки но дело и соль вся в том что аптечка друзья по моему если я не ошибаюсь она одна раза то и сейчас мы если мы примем ее да вроде как человек не будет сходить с ума я не знаю снотворное наверное но в итоге ст. аптечка аптечка будет потрачено поэтому мы наверное не будем ее пока брать потому что вдруг после вылазки какое-нибудь ранение получит наш товарищ и она будет наверное нам больше нужна чем сейчас так что мы игнорируем это предложение использовать аптечку участка скорее всего кто-то там будет грустить очень сильно так тим нормально мэри нормально ты это нормально залор из нормально кстати нас пронесло друзья нас пронесло никто не заскучал так мы мужественно игнорировали все симптомы пытались уснуть но были а уснуть не вышло очень устали и у нас уже нет сил заниматься любыми другими делами будем надеяться что зевание отпугнет бандитов и защитит от радиации таких условиях каждый спокойный день на весь золото сегодня смотрим даже не произошло ничего нового конечно странно было бы если бы в бункере да там я не знаю сколько там 4 на 6 наверное ну судя так визуально не ну больше больше 6 на 6 может быть что-нибудь могло происходить нового так тимми в наилучшем состоянии интересно как долго это продлится тимми малыш долорес чувствует себя нормально а может сегодня она просто не нашла к чему придраться это в порядке веселые веселые картиночки конечно да такие оптимистичные когда чет проверим никто точно ничего не хочет да нет никто ничего не хочет ладно тем более что еды у нас равно маловато похоже что поверхности все еще царит радиация идти в пустошь на данный момент небезопасно воспользуемся рекомендацией пойти точно мы только что вспомнили что нам что планировали поехать на юг через два месяца если все он все еще там мы же поедем мы уверен что они не спали не стали бомбить теплые местам конечно кто же бомбить теплые места то в общем здесь по задумке во всем виноваты коммунисты пока мне когда я пытался пару раз играть там очень часто употреблялась данные высказывали так жажда жажда голод ну сестренка проголодалась в общем все хотят пить а папа с дочуркой еще и проголодались но бывает бывает нервы друзья нервы так мы сможем нормально жить даже в торонто вопрос только в том как мы найдем лодку чтобы туда добраться мы слышали что это лучший способ попасть в европу мэри джейн очень голодна у нас есть еще у нас есть еще вода мэри джейн спрашивает об этом с самого утра тимми много не надо но вот вода и его не помешает так тет где-нибудь точно осталась вода переводка конечно блин а ну где-нибудь принципе тэта про тэта чё забыли отдала раз должна ее получить тот голоден ну где же вода когда ты так сильно в ней нуждается окей давайте так на всякий случай уточняем жажда жажда голод жажда голод жажда окей давайте так два товарища хотят есть и пить а эти только пить до кончается кончается хотя вот несмотря на то что нас вроде воды как больше да скорее всего быстрее все таки закончится ребят у нас вода погибнут наши герои скорее всего от жажды радиация в нашей креслецах все еще превышает норму до превышает очень сильно о о сегодня нас навестила группа людей в белых халатах которые больше напоминали карнавальные костюмы они утверждают что представляют полевой госпиталь пережить переезжающий с места на место в котором они помогают пострадавшим людям пустоши но у них появилась проблема какой-то чудовищный мутант съел все их лекарства они спрашивают если у нас лишняя а перекись водорода наверное судя потому что нам рекомендуют дать им ну предлагает отдать им воду давайте поможем потому что очень часто как-то это хорошо сказать может аукнуться ладно давайте все что хоть отдаленно напоминала перекись среди наших запасов эта бутылка относительно чистой воды но наши гости были рады и этому в общем минусанули нам бутылочку воды сегодня мари джейн не создавала никаких проблем и проблемы тоже старались не переходить ей дорогу тимми очень голоден долорес не ела не с некоторое время это наслаждается жизни у него нет никаких новых проблем но это хороший знак друзьях на самом деле хороший знак давайте уточним голод в общем сынишка с мамкой покушать хотят ну заслужили заслужили у нас осталась одна баночка супа две бутылочки воды посмотрим но общем я не знаю вот час если тут как развиваются события то мы конечно и не дотянем до 22 дней похоже на поверхности все еще царит радиация идти в пустошь на данный момент небезопасно если конечно мы не хотим заболеть как вариант сейчас если до десятого дня ничего не случится мы все-таки отправим теда так группа людей в зеленых пижамах постучала в наш люк вот так сюрприз это мы точно не ожидали мало того что они называют себя веселой компанией хотят грабить богатых отдавать бедным мы скорее относимся к бедным да и друзья нам не помешает вступить пустить их блин хрен его знает ну как вариант давайте рискнем у нас есть ружье можно сейчас при предложит взять ружьдишки на корняк шугануть хотя хотя друзья это о не зря мы открыли не зря мы открыли эти славные ребята нам очень понравились они заметили что у нас нет радио и предложили взять приемник мы спросили откуда у них и услышали от от одного процента смысле а ну я понял богатых короче забрали понятно мэри жейн совсем ничего не беспокоит тимми в хорошем состоянии ну по крайней мере был пять минут назад долорес выглядит довольно таким неплохо для т.д. это утра выдалось довольно спокойным так что у него все хорошо ну каким-то чудом ребят мы пока еще живы но еды у нас осталось на один прием пищи и в принципе в принципе пора уже конечно сейчас задумываться кого-то отправлять на поверхность потому что если сейчас ничего новенького не упадет примерно через четыре-пять дней так стоп подачки пропустил мы не думали что нам позвонят так скоро после атомного взрыва и вот мы четко слышим звук звонящего телефона снаружи это наверное есть телефонные будки по другу по другую стороне улице а может мы должны поднять руку конечно должны давайте на пошлем кого-нибудь в принципе предлагаю послать сестренку а вроде как постарше да и кушает она больше всех поэтому однозначно выбор упал на нее как на самого такого так когда мы подняли трубку кто услышали вздох облегчение по другой стороне человек представился уцелевшим из соседнего городка хилл вилле вели мы только начали разговаривать как вдруг связь оборвалась что-то наверное испортилась на линии надеемся нам перезвонят ничто не могло сделать нас счастливее чем возвращение мэри джейн таких условиях каждый спокойный день на вес золотом сегодня с мэри джейн не произошло ничего нового а тимми много не надо но на ну вот вода ему не помешает далорис долго не протянет без воды это очень хочет пить короче водичка друзьям так жажда жажда джейн ничего не хочет жажда странно бари джейн ничего не хочет сбегала прогулялась а пить не хочет да так но наверное сейчас в общем на следующий день сейчас мы она будем уже отправлять это на улицу пока не попытаемся похож на просто все еще царит радиация идти в пустошь на данный момент небезопасно это я знаю так вот по проблему пас проста а если мы мне не помоемся нас тошнит причем всех здесь реально воняет и ситуация вряд ли изменится в скором времени может сделаем с этим что-нибудь вот наркота дихлофоз и так полагая давайте оденем противогаза друзья я думаю что это поможет кстати вот если ты запахи допустим да не влияют на человека персонаж начни в этой игре как отравляющий может заболеть это явно радиация фонит так тимми все хорошо не смотрите друзья всем хорошо классно противогаз помог кстати нужно взять на заметочку до пользовать пользоваться противогазом когда кто-то рядом не так часто моется как нам хотелось бы так то что нас не убивает делает нас сильнее и если нам удастся прожить еще немного грязные уши не будут проблемой но если что вся надежда на противогаз правильный выбор друзья мы сделали противогаз потрясающе как хорошо мэри джейн справляется с этой нелегкой жизненной ситуацией похоже сегодня она в полном порядке может по томми этого и не скажешь но он очень сильный мальчик у него все отлично к доллару с прекрасным состоянием насколько можно быть в прекрасном состоянии в этом малюсеньком убежище это наслаждается жизнью у него нет никаких новых проблем в общем наверное друзья завтра мы будем отправлять это на улице потому что реально вот еды еще на раз и воды тоже на раз как я говорил воды у нас было принципе больше данному одну бутылочку отдали ладно такое дело но тем не менее все наши персонажи если мы не отправим или отправим и наши герой не вернется мы скорее всего погибнем от именно обезвоживание 10 дней 10 но я же говорю если кардинально не изменится цариц радиация идти что на данный момент небезопасность конечно мы не хотим заболеть так ему уже обсудили все что можно и никто больше не хочет разговаривать пишу на нас просто убивает а мы должны что-нибудь придумать пока не начали разговаривать сами собой как чудненько выпустили ребят робингутов до которой нам подогнали радиостанцию которую позаимствовали у одного процента населения так вот хочет пить уже мэри джейн родная ах как же нам повезло что мы взяли радио мы можем послушать немного музыки они же все еще вещают музыку правда у нас есть еще вода мэри джейн спрашивает об этом самого утра ничего нового тимми если бы удалось произошло что-то новое мы уже об этом написали для тогда утро выдалось довольно спокойным так что у него все хорошо окей давайте мэри джейн тогда дадим водички так радиация в наших окрестницах все еще превышает норму путешествовать наружу могут могут опасно для здоровья блин все на следующий день мы отправляем если бы только вы могли покинуть это место сидеть здесь ничего не делать просто сводит нас с ума зарисовочки веселенькие домик возле домика два два тельца лежит жажда так ну вот пошел а жажда в общем сейчас мы примем последний последний воде по приему последней водички еды и отправим теда на поверхность так надеемся что скоро придет время когда мы сможем покинуть это место в море джейн совсем ничего не беспокоит а тимми был счастлив получить немного воды ему нужно попить на свете есть только одна вещь которой нужно долорес вода когда тэд голоден у него урчит живут скорее всего живот единственное чем мечтает это это пара капель воды окей на 4 пьет и кушает а остальные кроме мэри по водичке давайте тем более что тут это у нас отправляется ответ у нас отправляется на поверхность 12 день принципе сезон радиации путешествовать сейчас опасность для здоровья ну что я скажу друзья в любом случае нам придется в любом случае идти в экспедицию потому что иначе мы еще не то есть через пять дней мы просто загнемся еще минут назад все было в порядке но сейчас мы уже готовы перегрызть друг друга в лодке как это произошло это просто безумие нам нужно как-то взять себя в руки чтобы выжить может утром пройдет до утром все проходит а вот рисунки веселенькие напоминают о том что в замкнутом пространстве не все способны просидеть долгое время так голоден голоден голодным радиация фонит конечно мы перестали ссориться но надолго ли мэри джейн очень голодной тимми очень голоден долорес должна что-нибудь съесть от говорить что не нужно о нем беспокоиться он в полном порядке окей значит уточняем голодная голодная голодный давайте ну все друзья еда закончилась но и водичка осталась там буквально на одного человека то есть скорее всего мы мамку будем пытаться сохранять хотя не факт что это поможет а папка у нас папка у нас пора убирать у кого из нас больше всего шансов вернуться из радиоактивной пустоши болен 13 день твою медь радиации должна была немного спать пока на мере такая чтобы просто просто мы не сможем больше с собой взять наверное ружье надо с собой взять и противогаз там может быть и опасно и что и умеет радиации для каких-нибудь не давать возьмите ружье вот так вот так ну все папку отправили жаждам но вот дочка мэри джейн у нас 1 захотела воды и воду конечно мы тратить на нее не будем поэтому она скорее всего первая уйдет сия мира веселого найти что-то попить для мэри джейн звучит неплохо может по теме этого не скажешь но он сильный мальчик у него все отлично если бы удалось произошло что-то новенькое мы уже об этом написали ты отправился на поверхность мы надеемся что он вернется в ближайшее время снаряжение ружье но супермен весело но в общем как я и говорил хочет у нас пить мэри но у нас осталась одна паечка на одного человека поэтому мы тратить не будем на крайнем случае потом мы на мамку потратим не буду для того что просто чисто скажем так статистически дольше продержаться так мы очень мало знаем о том что происходит на поверхности хорошо бы услышать хоть что-нибудь например узнать что кому-то удалось спастись ради приемник был бы как нельзя кстати давайте включим попробуем включить его кстати как не странно но в этой игре можно даже радиоприемник поломать была такая ситуация мне предложили попытаться что-то там исправить приемники потому что он долгое время молчит вот так что я лучше не пытались исправить просто дождись пока появится сигнал так хорошо жажда обезвоживание жажда а вот в принципе как бы началось началось что народ уже хочет конкретно пить но мы еще потерпим даже в этот раз не будем никому давать пить потому что дочурка наша загнется первой но мы ее уже обрекли так сказать а вот мамку нужно маленько потянуть так нам удалось поймать сигнал и прослушать экстренное сообщение правительством и угадайте что мы услышали отличные новости большинство рак активных осадков уже развелась теперь вылазки на поверхность будут намного безопаснее мэри джейн постоянно теряет сознание нам нужно дать ей что-нибудь попить срочно тимми много не надо но вот вода ему не помешала на свете есть только одна вещь которая нужна долорес вода в общем пока мы никому ничего друзья не даем у нас осталась такая последняя доза воды а вот кстати принципе мы можем сейчас что-нибудь что-нибудь поменять я даже не знаю как вариант может быть можем шашки шашки поменять на воду вот сегодня нас навестил продавец он предоставил представился как уитли видимо бизнес процветает даже после конца светом вот и предлагает за шашки нам получить воду ну карты мы оставим потому что там может быть такая ситуация будет друзья когда народу станет скучно он будет сумаска летим нужно будет как-то развлечься карты в принципе как вариант раз развлечься ну а так как за шахмат за шашки дают воду а за карты дают еду поэтому нам сейчас на данный момент актуальна именно вода поэтому шашки отдаем ой о походу вернулся да так обезвоживание 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 частных до всех на напоим водицей мы завершили обмен с продавцом и помо помогли ему сложить добытые предметы он ушел в пустошь как будто точно знал куда держит путь мэри жизнь постоянно теряет сознание нужно дать ей что-нибудь попить срочно тимми в ужасном состоянии нужно дать ему попить сейчас же так время раздавать запасы давайте получит по дозе у нас останется две дозы 100 за эти две для папки который вернется домой для мамустика так сказать так у нас заканчиваются запасы и падает боевой дух отчаяние в нашем убежище висит в воздухе мы знали что не подалеку обитает небольшая группа уцелевших в основном пожилых людей из дома престарелых наверное нам не составит труда одолжить у них немного запасов они как старая нам туда нужно больше не правда ли давайте давайте рискнем друзья рискнем попробуем ой ой вот это вот красная рука мне кажется что они грубо обошлись с пожилыми людьми мне так кажется такое дело так ну пока никто не пить не хочет есть даже это классно это не появлялся в убежище слишком долго мы боимся что он уже не вернется скорее всего не вернется знаете почему друзья все-таки на будущее нужно ждать каких-то сигналов о том что радиация полностью ушла вот мы отправили 13 нам сообщить только 15 по моему что вроде как облако расселось и безопасно стало поэтому на будущее если будете все-таки в данный проект играть не отправляйте уцелевшего скажем так раньше чем каким-то образом вы узнаете что радиация уже спала теперь мы немного богаче но почему-то у нас это не сильно радует давайте лучше никогда об этом больше не вспоминать кстати сейчас отправим кого-нибудь больше не вспоминать потому что ну судя по всему они там важных людей в общем успокоили потрясающе как хорошо мэри джейн справляется с этой нелегкой жизненной ситуации похоже сегодня она в полном порядке так тем хорошим состоянием ну по крайней мере был пять минут назад доллара сохраняет железное спокойствие давайте сейчас еще подождем наверное никого отправлять час не будем а вот завтра уже на крайняк дочурку попробуем отправить так как она больше всех есть хотя у нас с еды уже проблем нет вода больше с питьем я даже не знаю кого отправить давайте правим потом пацанечка мы не уверены в том какая ситуация сейчас на поверхность идти на экспедицию рискованно но мы не можем добыть немного но мы можем добыть немного припасов пока как я уже сказал еще ждем денечек так наши терпение на исходе мы думали что неплохой идея будет выглядеть наружу и посмотреть что там происходит мы уже собирались выходить как вдруг в темноте мелькнулась звериные глаза и мы услышали ужасающие рычание у нас было всего несколько мгновений чтобы решить что делать ну вот попробуем брызнуть дезодорантом против тараканов надеюсь никто там не ранен не пока все хорошо отлично с помощью спрея против насекомых можно легко избавиться не только от комаров мутантов но и от притаившихся в темноте существ а больше он нас не беспокоил а больше она нас не беспокоило мэри джейн спокойно как удав или она просто притворяется несмотря на трудные обстоятельства и все проблемы которые мы преодолеваем тимми ведет себя очень достойно сегодня делал раз день выдался довольно спокойным кейк пирог так блин сейчас они пить захотят конечно же пока нет так ну вот давайте давайте будем отправлять потому что пусть готовится экспедиции мы всегда мечтали устроить вечеринку с огромным тортом по какой-то причине у нас никогда этого не получалось один раз нам даже пообещали дать его но как выяснилось тортик был ложью мы конечно расстроились мы точно закажем огромный вкусный тортик когда исчезнут радиоактивные облака как же будет отпраздновать спасение но не в этой игре друзья мне кажется вообще в этой игре это вот чисто как бы идет борьба за то кто дольше продержится потому что в итоге не знаю мне кажется нереально здесь пишет либо нужно как-то пупер-пупер супер набрать вещей еды и всего остального но по времени 60 секунд реально это это сложно так жажда голоден жажда голоден жажда голод в общем ну по жажде мы по жажде мы сейчас никого не обрадуем хотя нет того кто у кого вы не отправлять нам придется напоить мальчика мальчика будем отправлять поэтому мы дадим ему водиться а может нам следует планировать переезд и отпуск после того как мы выберемся отсюда диета мэри джейн позволяет немного поесть у нас есть вода мэри джейн спрашивает об этом самого утра тимми должен что-нибудь съесть нельзя нельзя оставлять тима так долго без воды далорес не ела некоторое время где-нибудь точно осталось вода долларс должна ее получить в общем понятно как я уже говорил управляем мы в путь дальний это вот мальчуга нам поэтому его сейчас нужно будет напоить накормить подружку мы только накормим это мы тоже только накормим в общем накормим мы всех а вот накормим и напоим только мальчуга нам еще осталось на дозу но папка скорее всего уже не вернется прошло уже шесть дней до если не шпайс 13 отправили его поэтому жаль так мальчуга у нас идет что взять в экспедицию охранного знает чем взять экспедиция противогаз пусть возьмет на всякий случай я не знаю но муж вообще ничего не брать да вообще ничего и пусть не берет вроде радиацию что важно брать день 20 ну ничего себе дотянули все-таки мы до двадцатки ребята так обезвоживание обезвоживание ну сейчас мы будем мамку водой поить к сожалению мари джейн будет с нами прощаться если опять же каким-то чудом нам какую-нибудь кость не зайдет и не даст нам воды на халяву так мари джейн постоянно теряет сознание нам нужно дать ей что-нибудь попить срочно тимми вышел на пустошь мы не знаем что будет дальше если он не вернется долорес дольше не прожить без воды ну давайте мы сейчас долорес напоим так долорес мы напоили последней капли водой на этом вот как я говорю все будет закончено трудно выжить таких условиях очень надеемся что скоро все закончится иначе наша жизнь закончится в какой-нибудь канаве на пустоши и это не совсем то чего бы мы хотели ну а кто хочет так закончить никто друзьям но к сожалению не спрашивают нет не смотреть друзья до 21 дня мы дотянули но это по ходу последний день мэри ну а долорес еще конечно как минимум дней пять протянет а если через 90 цинишка с водой это будет общая супер-пупер так ладно пробуем жизнь таких условиях казалось бы плохо на ком угодно мы должны взять себя в руки и спокойно ждать спасения ведь кто-то уже в пути правда мари джейн постоянно теряет сознание нам нужно дать ей что-нибудь попить долорес сохраняет железное спокойствие в общем живых останется только долорес у нас к обезвоживанию пить как бы мы не хотели на пить нам уже нечего давать до чурки так можно и дальше сеть слова на руки в этом крошечном бункере а можно начать думать о том как выбраться подальше из этого зараженного радиации из этой зараженной радиации пустоши кто бы мог предвидеть что у красных поднимется рука уничтожить такую прекрасную местность мы смогли бы сделать это самостоятельно смысле выбраться они уничтожить конечно но с другой стороны может и есть кто-то кто готов нам бы в этом помочь нужно быть начеку вот предлагает включить радио давайте включим нам она уже особо не поможет сейчас конечно сообщил какую хорошую новость а ну все дочурка дочурка короче убежала друзья не выдержала душа поэтам когда мэри джейн узнала что она не получит ни капли воды то пришла в ярость и убежала на пустошь она бежала не останавливаясь только оборачивалась и кричала что мы еще об этом пожалеем и что так или иначе она добудет себе воду теперь мы серьезно напуганы мы так и знали наше правительство не сдалось и они спасут нас по радио не назвали точного точных сроков но мы точно знаем что ждем что ждать придется недолго они сообщили что свяжутся с нами через несколько дней и приказали ожидать указаний долол раз прекрасном состоянии насколько можно быть в прекрасном состоянии в этом маленьком убежище в общем пока она не хочет не есть не пить ну у нас воды так не будет скорее всего начал захочет пить первую очередь так консервные банки начинают высыпаться из мусорного ведра не говоря уже о втором ведре переполненным чем-то другим оба привлекают внимание каких-то странно блестящих и подозрительно больших насекомых до войны же не было таких огромных тараканов правда а давайте их притравим чутка чтобы жизнь маслом казалось нашим друзьям товарищем тараканевсом так сходит с ума кстати мамка жажда и сумасшественная наступила ну все если сынуля сегодня завтра не вернется так тимми должен был уже вернуться моего нет похоже мы должны смириться смысле что больше его не увидим мы еле справились еще пара тройка этих светящих жуков и мы бы ушли на пустошь в поисках лучшей жизни хуже тараканов только радиоактивные тараканы гадость какая на свете есть только одна вещь которая нужна долорес вода в общем сейчас наверно долорес тоже отправляем здравствуйте долорес а здоровье долорес под сомнением блин ну как я и говорил жажда здесь нас доконает давайте отправим долорес было бы так здорово покинуть это место и прогуляться по поверхности как раньше запах дыма загрязненный ах это же тот запах свободы который нам так не хватает ладно дорогая мы отправим тебя в последний путь но скорее всего ты опять не вернешься на четвертый день мамка у нас на подходе обезвоживание сумасшествует видите есть не так часто хотят то есть даже если на будущее вы будете собираться больше больше собирать воды вода это такой приоритет тем не менее гораздо лучше бы быть живым здесь внизу чем мертвым там наверху долорес дольше не протянет без воды все долорес уже у нас так на корме только ее на дорожку и отправим что-нибудь и дадим аптечку и противогаз дать аптечку дадим посмотрим нет все прикольно слушай а это чудо за клиники почтальон который не донес так конец нам бы в голову не пришло что группа религиозных фанатов может вызвать столько проблем кто бы мог подумать как оказалось они превратили наш дом в храм мы конечно пытались с ними договориться но единственное предложение которое нам поступило принести себя в жертву их божеству а мы поразмысли над этим заманчивым предложением и вежливо отказались нам пришлось отправиться на поиск нового жилья мы продержались 29 дней ну в общем друзья вот так вот закончилась сия штукенция в принципе если бы у нас был замок тогда когда мы уходили бы из дома возможно можно было замок закрывать вот а так получается свято место пустым не бывает в общем друзья вот такая вот веселенькая игрушечка вот показывает до количества пережитых дней 28 выпито воды 6 съедено супа 3 сколько раз возвращать свое убежище 0 нас нападали в принципе положительных решений 2 отрицательных 0 количество успешных экспедиций 1 из 14 а то есть получается мамка вернулась как бы но возвращаться как бы некуда было да то есть место заняли ну вот так вот такая вот интересная на мой взгляд ну по крайней мере пару раз попытаться выжить можно попробовать тем более что там есть разные уровни в принципе я играл только в один режим а их здесь вот давайте ради интереса глянем вот есть классика до апокалипсис сбор не знать что сбор соберите припасы так чтобы можно было лучше заполнить свое убежище не включаю не включено время выживания есть режим выживание переживи уникальный поступки лиски и приключения выживи в своем беже с рандомно выбранными запасами но тоже принципе интересный вариант и есть вот такой еще вот режим задание то есть здесь нужно как там пряный какими суп то есть есть такие собери членов семьи предметы из списка ниже доберитесь до убежище пока времени вышло ну скажем так ребят на самом деле сложненько сложненько это все найти потому что блин она все разбросано и ну может быть со времени можно так как говорится придрочится да и успевать собрать но для меня для меня пока это сложно в общем наверное на сегодня мы завершим такой вот обзорчика игручкин как я уже сказал достаточно интересный продукт необычный многим понравится вот ну пробуйте друзья пробуйте пишите пишите сколько дней максимально вы продержались напомню мой мой максимальный вот именно в этом режиме да в классике на средней сложности это 29 дней друзья ну я уверен что у вас получится лучше а мы на этом с вами прощаемся хорошего вам настроения интересных игр побед всего самого наилучшего до новых встреч пока